Ольга Ищенко перебирает неоплаченные счета, львиная доля расходов, платежи за ипотеку. Денег катастрофически не хватает. Оно и понятно. Ольга мать пятерых детей и живет на пособие. Хватает только на то, чтобы закрыть коммунальные платежи, и то в половину. Потому что если я закрою в полную стоимость, тут получается 27 плюс 13 – 40 тысяч. Дохода у нас около 65-68. На такие деньги, 25-28, я содержать детей не смогу. Продукты, одежда, кружки, медикаменты – все это, со слов женщины, она плачивает сама. В особом уходе нуждается средний пятилетний Марк. Полтора года назад у малыша обнаружили рак крови. С мужем Ольга в разводе. И, по словам многодетной мамы, отец семейства им не помогает. Больше того, утверждает Ольга, он намерен продать трехкомнатную квартиру, которую они купили в ипотеку, когда были в браке. Он хочет подать на раздел через суд, принудить мне продать квартиру, выплатить остатки. Это 3 800 миллиона долга за ипотеку. Остальные деньги поделить пополам. Ольга на такие условия не согласна и переживает, что может остаться на улице с детьми. Мы связались с мужчиной по телефону. Он не скрывает, что перестал платить алименты, так как сейчас он безработный. И планирует добиться, чтобы квартиру поделили поровну между супругами. Этот человек пошла и подала на фиксированную сумму 50 тысяч ровно на каждую зарплату, которую я получал. Меня увезли на суд. Я предоставил все справки, что я перекрываю ипотеку, что у меня вычитают алименты. И у меня даже не остается на прожиточном меню. Я уволился с работы. Я взял ипотечный, чтобы задолженности не было. По словам юриста, доли между супругами будут выделять только после погашения ипотечного долга. Они оба несут равную ответственность, имеют равные права в данной ситуации. Это общий семейный кредит. Просто одно лицо указано первым, второе указано вторым, со заемщиком. Соответственно, после выкупа квартиры они доли сами определят, кому и как. Ей нужно создать условия, при которых у нее после выплаты квартиры доля будет выше. По словам Ольги, она нашла благотворителей, которые готовы помочь выплатить оставшуюся сумму ипотеки. Но есть важные условия. Бывший муж должен отказаться от своей доли в квартире. Мужчина на это категорически не согласен. Как только ребенку станет легче, Ольга планирует выйти на работу, чтобы иметь возможность платить по счетам. Анастасия Граули и Александр Гамзяк. События ОТВ.